Итак, заправка картриджей обычного Хьюлитта, в домашних условиях ничего сложного нет. Берем аппарат. Номера картриджей здесь не принципиальные, собственно, как аппарат. Главное, что у нас один картридж черный, один цветной, трехцветный. Два картриджа черный и цветной трехцветный. Аппарат нам пока не нужен. Что мы будем делать? Значит, нужна будет поверхность, чтобы не испачкать стол, можно подложить обычный пакет, бумажку, взять салфетки, либо туалетную бумажку, чтобы протереть. Для черного картриджа у нас будет использоваться чернила в бутылке и шприц. Для цветного будет использоваться обычный набор с трехцветными чернилами. И нужна еще будет зубочистка. И в дальнейшем нужна будет в конце скотч, я потом покажу. Значит, берем картридж. На картридже есть наклейка, на которой написан номер и данные по картриджу. Некоторые производители рекомендуют снимать наклейку, отклеивать ее. Там будут дырочки, через которые заливается. Но я не советую это делать, потому что наклейка потом садится обратно очень плохо, не приклеивается. А она нам будет нужна. Для чего она нужна? Здесь под наклейкой есть так называемая система воздушных каналов. Воздух поступает через маленькие отверстия дозированным образом. Если мы откроем все и дадим большой доступ воздуха, то чернила в картридже могут просто выливаться. Они не будут держаться. Поэтому мы будем в этой наклейке делать просто дырку. Но я уже заправлял, я отверстие дел. Найти его очень не сложно. Здесь можно даже обычно взять иголкой, померить. Вот мы видим, прогибается наклейка. Здесь находится воздушное отверстие. В любом случае вы можете потыкать, ничего не смертельно. Проткнули дырку. Берем шприц. Заправляем его чернилами. С черными чернилами в принципе никаких проблем нет. Их даже если мы перельем, у нас не будет никакого архи криминала. Но лучше заливать все-таки не очень много. То есть, предположим, 131 картридж это 11 мл. Мы берем 8 мл. Берем картридж. Начинаем не спеша, не торопясь заправлять. Заправляем, заправляем. Я не знаю сколько там внутри чернил. У меня может в любой момент получиться так, что чернила начнут выливаться. Поэтому мы это делаем не спеша, чтобы не брызгнуло в нас никуда. Заливаем. Вот. Это пошел воздушный пузырь с чернилами. Чернила, видите, все. Идут воздушные пузыри. Скорее всего, она близко к завершению. Еще, еще. Вот, все. Чернила показались. Значит, что делать? Очень просто. Шприцом обратно откачать полмиллилитра, миллилитр. Не важно. Откачали. Протираем. Протираем снизу, ставим на салфетку. Потому что очень часто бывает подтекание чернил, вытекание. Заливаем много, ставим на салфетку, чтобы не испачкаться. Здесь остатки чернил. Туда на банку. Закрыли шприц, потом помоем. Уберем. Но с черным все просто. Что с цветным? В цветном картридже разделение совсем по-другому. Здесь картридж разделен на три части, потому что он трехцветный. Значит, он идет, грубо говоря, пополам. И еще в нижней части, еще раз пополам. В верхней части находится один контейнер с чернилами. И здесь, соответственно, два цвета. Как понять, какой цвет куда? Набумлить нельзя ни в коем случае испортить. Берем обычную зубочистку. Здесь находим дырку. Протыкаем. Ой. Не получилось. Подоропился. Протыкаем. Смотрим цвет. Желтый. И остается два отверстия. Здесь, здесь. Либо бывает вот здесь, вот здесь. Ну, я люблю снизу. Протыкаю нижнюю. Смотрю, синий. Соответственно, третий цвет остался красный. Теперь мы не перепутаем, какие цвета. И дальше есть маленькая хитрость по заправке. Значит, чтобы не перелить, как я говорил, цвет. Потому что очень часто мы можем перелить синий цвет, желтый получим зеленый. Катыш тем самым испорчим. И так далее. Мы берем желтый шприц с иголочкой. Заливать будем тоже немножко, не торопясь, не спеша. Значит, мы держим картридж не так, не так. Паузу. Мы картридж держим не горизонтально, а мы картридж наклоняем в сторону заправки. То есть, когда мы будем заливать цвет, если мы перельем, он у нас не попадет в соседние отсеки, а просто пойдет вниз. Итак, берем, вставляем, начинаем не спеша, не торопясь заправлять. Зависит от картриджа, сколько вы заливаете, конечно, от его объема. То есть, какие-то картриджи по 2 милитра, какие-то по 3, 5. Все, вот потекли чернила. Как вы видите, я перестарался, они текут вниз. Чуть-чуть обратно. Даже с воздухом пошло. Протираем. Переворачиваем другой цвет. То есть, теперь у нас чернила будут идти вниз. Сейчас. Возьмем требованный цвет. Чернила у нас будут выливаться вниз. Делаем то же самое. Вставляем. Начинаем не спеша, не торопясь, заправлять. Заправляем. Все, видите, потекло. Здесь залилось у меня буквально там 3 мл. Протираем. Давайте возьмем другой кусок бумажки. и третье чернила. Третье отверстие мы не протыкали зубочисткой, потому что, собственно говоря, у нас зубочистки два конца. Мы так знаем теперь, где третье. Как и говорил, оно вот здесь. Мы ее прокалываем, видите, как легко. и начинаем не спеша, не спеша, не спеша, не спеша. Можно помазать, посмотреть цвета. Конечно, кадрик давно стал сухой, тем не менее. Ставим его на салфетку. Сейчас я пойду за скотчем и покажу, что делать со скотчем. Я говорю, подожди. Соседи делают ремонт, поэтому звук будет не очень четкий. Но, тем не менее. Значит, мы достали скотч. Принесли обычный, я принес скотч. Все это мы делаем. Вкладываем в сторону. Значит, что мы будем делать? Нам нужно заклеить выходные отверстия. Но заклеить их ровно по границе белой, не выходя за границы белого отверстия. Можно, в принципе, брать все, что угодно. Если есть, бывают такие канцелярские для ценников белые стикеры. Какой-то, я не знаю, чем. Хоть жвачкой. Вы должны, главное, закрыть их плотно. Ну, жвачки, конечно, не стоит. Плотно закрыть. Скотч найти, конец бы. Вот. Значит, берем скотч. Отрезаем. И отрезаем маленькие даже, наверное, большая у меня получилась полоска. Ну, ладно. Закрываем черной дырочку. Вот она чуть-чуть вышла. Мы ее... Ну, в принципе, одно отверстие, это не смертельно. Мы можем ее чуть-чуть вот так вот сделать. Главное, что мы закрываем большое отверстие. То есть, мы тем самым восстанавливаем целостность белой наклейки. То же самое мы делаем с цветным картриджем. Мы можем вырезать одну большую наклейку, слишком большая. Можем вырезать две маленьких. Это уже ролей принципиально не играет. Вот так мы с вами закрываем. Закрыл, перестарался. Даже вот красный цвет еще, красно-чернел много, они выступают. Значит, картридж цветной лежал очень долго, без движения и боюсь, что цветной у нас сразу не оживет. Но, тем не менее, будем пробовать. Значит, мы их вставляем обратно. И что нужно сделать обязательно? После заправки картриджа тоже эта вещь очень важная. В каждом аппарате это есть. Либо это настройки в компьютере, либо это настройки на аппарате. Есть такая функция. Неважно, я рассказываю. Есть такая функция. Она называется прочистка печатающей головки. Это в сервисном меню, в аппарате. Чистка картриджей, прочистка печатающей головки. Не принципиально. В инструкции все это есть, все это можно найти. Мы запускаем. Значит, что происходит в данный момент, когда мы запускаем чистку? Внутри аппарата, в каждом аппарате это есть, находится специальная помпа, которая прокачивает чернила из картриджей и выводит их. Там есть специальный отсек, называется абсорбер или памперс, или как угодно его можно называть. Помпа, конечно, не мощная, она достаточно слабенькая, но, тем не менее, при этой функции он начинает чернила немножко пытаться прокачать, пробить через головку. Это нам нужно для чего? При заправке и так очень часто в картридже в головке впечатающей остается воздух. Этот воздух, то есть картридж вроде печатает, он готов к работе, но при попытке что-то распечатается у нас получается белая полоса. То есть остается воздух. Конечно, мы можем просто поставить картридж, оставить, подождать там час, два, пять, десять сутки, воздух он выйдет, но зачастую нам нужно сразу работать, а мы не можем понять, что происходит. Мы делаем вот эту чистку печатающую головку. Сейчас мы будем... Опять-таки, чистка может потребоваться не одна, даже зачастую не две, к сожалению. Чисток бывает требуется много, но у нас с вами чернила дофига, мы можем делать все, что захотим. Можем, если мы картридж вычистим, если вот как он у меня пробежал долго цветной и сразу не печатает, мы можем, дозаправляя чернилами, добиться того, что картридж заработает. Смотрим сейчас, тестовый листок. Ну, видно уже, что черный. Ну, я говорю, черный меня печатал, я черным картриджем работал. Вот, видите, нифига себе, цветной даже черный печатал. Дрень редкостная. Значит, что мы будем делать дальше? Мы цветной картридж попытаемся сейчас реанимировать по механической. Достаем картридж. Достаем картридж. Нам потребуется небольшая небольшая емкость, не важно, что это будет, блюдце. Не важно, там, блюдце, мисочка какая-то. Нам нужно будет поставить картридж, чтобы, таким образом, чтобы была покрыта печатчая головка. В принципе, вы можете поставить его и дальше. То есть, ну, конечно, не с головой опустить его. Но обязательно после процедуры нужно будет все протереть на суху, чтобы контакты не за... с водой не попали в принтер. То есть, берем горячую воду из-под крана. Сейчас я налью. Прямо такой кипяток. Картриджу не помешает. Почему картриджу не помешает? Можно сказать, что... Кто-то может сказать, что горячая вода, кипяток, он его убьет. Нет. Значит, принцип печати у Юлита называется термо-встроенная печать. Если совсем грубо, то под воздействием температуры чернила выплескается на бумагу. То есть, головка изначально рассчитана на работу с высокими температурами. Поэтому вот того, что мы я зальем, поставим в горячую воду, мы его никак не испортим. Вот я зальел. Ставлю картридж. И пусть он стоит в горячей воде минут 5-7. Пусть постоит. Итак, у нас прошло минут 5. Видите, сколько там чернил пошло. То есть, они идут. Ну, красный, синий немножко, я говорю, переворщил. Вылились, это не страшно. Теперь мы картридж протираем. Обязательно контакты все протираем насухо. Все здесь. Можно дать постоять ему немножко, чтобы он отсох. В принципе, мы все вытерли, все сухо. Вставляем картридж обратно в аппарат. И дальше мы будем опять запускать нашу прочистку картриджей. Пошла прочистка. Смотрите, здесь сколько вытекло чернил. И головка немножко почистилась. Значит, иногда люди смотрят на чернила. Ну, это самые простые чернила в шприцах самые простые. Конечно, низ может быть не самого лучшего качества. На них фотографии печатать я бы не стал. Но для обычного цвета каких-то картинок вполне достаточно. Цвета, опять-таки, остались у нас немножко подтеки. Мы видим желтый, но есть желтый, синий. И синий, красный также будет красный. Хотя, давайте-ка не будем. Так, печатается у нас листок. Смотрим. Вот. Да, то есть, разница уже видна. Еще, конечно, головка не прочистилась. И цветопередача далека от идеала. Но, тем не менее, есть куда дальше стремиться. Дальше будем прочищать. Прочищать можно еще подержать. Но смысл, я надеюсь, вам уже понятен. Все. Всем спасибо. До свидания.